Жителей Заволжья нетрудно понять. С приходом голубого топлива жизнь меняется кардинально. Это уже ощутили жители деревни Тузимр Посадского района, где массово меняют печи на газовые плиты. Тут русская печка стояла. Вот такой величины примерно. Вот такой же. Вот так. Сломали к черту. В общем, чтобы место было. Место бывшей печки отдано под плиту. Газовую. С дома Владимира Вечеркина в деревне Тузи началась эра газификации. Они сразу начали с угла дома рыть. Прямо начали просто. Два дня они прошли до улицы. Теперь желтые трубы красноречиво намекают, что в деревне есть газ. Семь из двадцати пяти домов уже полностью готовы принять голубое топливо. Коммуникации до деревни провели за счет программы устойчивого развития сельской местности. Финансирование шло из федерального и республиканского бюджетов. Остальная часть устанавливалась по инициативе жителей. На проектирование, на проекты искательной работы жители деревни собирали сами. Искательные работы, экологические сборы и так далее. Сумма, которая ушла жителями нашей деревни, она составила около порядка 990 тысяч. Сейчас после запуска газа все равно жители потянутся и будем надеяться, что все 25 домов будут жить постоянно. В другой марпосадской деревне, Итяково, газ привычная часть быта. Зато у местных своя радость. Новенькая водонапорная башня. От нее до колонок ведет трехкилометровая труба. Желающие могут провести ее и в свои дома. Остальные набирают воду в колонках, а не со дна колодца. У нас по программе водоснабжения на 2018 год всего один населенный пункт. Это Итяково. На следующий, 2019 год, как я уже сказал, деревня Акшики планируется также провести водопровод. Общая смертная стоимость сегодняшнего объекта составляет 8 миллионов 340 тысяч рублей из бюджетов разных уровней. По газификации у нас получается выделено более 6 миллионов рублей. Мы, значит, это по программе устойчивого развития села. Газ в этом году дойдет и до деревень Юрьевка и Мертень. Это тоже в Марпосадском районе. Строительство еще семи объектов газоснабжения и трех водоснабжения будет профинансировано из республиканского и федерального бюджетов. Соответствующее соглашение Минстрой Чувашии уже заключил с администрациями и Бресинского, Канарского, Маргаурского и Урмарского районов. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Бахтия Авелиев, Республика.